Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать о удивительной ягоде, о Годжи. Наверняка все вы слышали о чудодейственной силе ягод Годжи. Отвар из данных ягод укрепляет иммунную систему, тонизирует организм. В ягодах Годжи содержится большое количество витамина С, витамина В, а также полисахариды. А еще удивительно, что в ягодах Годжи содержится углеводов в несколько раз больше, чем в зерновых культурах. Оказывается, ягоду Годжи можно вырастить и в наших условиях. Ягода Годжи легко размножается семенами и вегетативным путем. Легче всего размножать ягоду Годжи вегетативно, то есть черенками, делением куста, отводками, либо корневой порослью. Ягода Годжи выдерживает морозы до минус 25 градусов. Конечно, морозостойкость невысокая, однако даже при подмерзании куст быстро восстанавливается и дает урожай. Растение достигает высоту 3 метров. У него длинные светлые побеги со светло-серой корой, либо даже светло-желтой корой. Присутствуют небольшие колючки. Чтобы получить урожай, ягоду Годжи лучше выращивать на шпалере. Так как каждая ветка, которая соприкасается с землей, легко укореняется и урожая можно и не дождаться. Очень будет вкус загущаться и сложно собирать урожай. Поэтому рекомендую выращивать на шпалере. Чтобы вырастить ягоду Годжи, нужно подобрать определенный участок. Конечно, ягода Годжи неприхотливая. Плодородие почвы может расти на бедных почвах, песчаных почвах. Однако не стоит высаживать ягоду в низинах. Она будет вымокать. Чтобы посадить куст, потребуется выкопать неглубокую яму, примерно 40-50 см глубиной, ширину 50-60 см, заполнить плодородной почвой, добавить туда 10-12 кг перепревшего навоза, либо компоста, несколько стаканов золы, все перемешать, заполнить яму и высадить кустик Годжи. Его можно заглубить для лучшего кущения и немножко подрезать верхушки. Если вы решили размножать Годжи черенками, то это можно сделать в летний период. Уже с июля месяца и вплоть до сентября месяца можно черенковать. Потребуются черенки по 10-12 см, с частью древесневшего побега. Нарезаем черенки, обмакиваем в корнеобразователь какой-либо, например, корневин и высаживаем в школку на укоренение. Если вы решите все-таки выращивать из семян, то семена высеваются сразу в подготовленную грядку. Им сертификация не нужна. Для того, чтобы получить хороший урожай, кусты нужно формировать. Оставляют 5-6 сильных побегов и подвязывают их к шпалере. Остальные побеги слабо и загущающе их удаляют. Оставшиеся побеги подвязывают, укорачивают верхушки на 20-30 см. И удаляют боковые ветки снизу от земли, примерно на метр высотой. В таком виде куст будет получать много солнца, будет хорошо проветриваться и, значит, будет давать хороший урожай. Еще надо заметить, что цветение у Годжи очень растянутое. Она зацветает в июне и цветение продолжается вплоть до осени, до октября месяца. Очень растянутое цветение, а значит и плодоношение растянутое. То есть ягоды созревают постепенно. Важный момент. Ягоды ни в коем случае нельзя употреблять в свежем виде. А также незрелые ягоды. Они ядовитые. Их можно употреблять только в сухом виде, если их высушить. Их сушат естественным путем. Рассыпают где-то на столе. Либо специальные сетки используют, чтобы хорошо проветривалась ягода. И она быстро высыхает. Как понять, что она уже готова к употреблению? На ягодке начинает шелушиться кожечка, а значит ягода уже высохла. После того, как ягода высохла, удаляем плодоножки небольшие. Засыпаем ягоды в какие-либо емкости. И можем употреблять в пищу. Можно из них делать компот. Добавлять в каши. Можно просто есть в сухом виде. Еще важный момент. Ягода Годжи не является морозостойкой, как я говорил. Поэтому на зиму лучше кусты все-таки накрывать. Можно использовать обычный белый спонбонд. Два слоя укрывать. Либо использовать легкое укрытие из елого лапника. Плюс наверх еще нападает снег. И вполне кусты Годжи перезимуют и дадут хороший урожай. Всем рекомендую посадить у себя данную культуру на участке. И собирать полезные ягоды. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.